Доброе утро, с Вами брокерская компания Китфинанс, меня зовут Олег Кров. Вот я представляю Ваше внимание, брифинг ставки сделанных. Последний месяц этого унылого рынка, последний день месяца мы наблюдаем. Понятно, что рынок бывает периодами заходит в такие длительные боковики, которые могут продолжаться месяц-полтора, но потом в любом случае начинается движение, волатильность раскачивается и есть неплохие моменты для получения прибыли. Сегодня день, которого все ждали, аналитики, трейдеры, управляющие, это выступление, собрание Джетсон Холли, выступление Бернанке по поводу Куе. Что касается этой темы, перед этим собранием фактически подогрели интерес рынков к этому событию, заявив, что вполне реально большинство членов ФРС не против проведения количественного смягчения. Рынки настроились на то, что что-то будет сказано в этот раз именно на этом собрании. На самом деле, также считают, кстати, довольно-таки крупные инвесторы, управляющие там Белгроз приводят причины, почему это должно быть сказано в ближайшие дни, почему должна быть запущена программа выкупа. Мы не будем гадать, будет запущен или нет. Судя по тому, что рынки на ожиданиях американские подрастали в последнее время, шансы довольно-таки велики, что это будет либо сегодня сделано, что-то объявлено, либо в середине сентября. В то же время надо работать все-таки больше по текущей ситуации, но и ориентируясь не только на американский рынок, а больше на наш, так как мы все-таки работаем на нашем рынке. На нашем рынке действуют и другие факторы, это отсутствие крупных покупателей, которые, мы уже не раз обсуждали, на наш рынок не придут, пока не пройдут выборы в Америке. Исходя из этого, нужно делать выводы и принимать решения. Давайте перейдем на графики. Начнем по традиции с S&P, где пока все более-менее стабильно. Есть попытка снижения к уровню 1390. Вчера Эдуард говорил о том, что такой сценарий исключать нельзя, что вполне могут попытаться вышибить там стопы под вот этой зоной. Так вот, под этой. И шансы такие существуют. Тем более, сегодня день может быть волатильный. Бернаут выступает в 6 часов. Может быть пробой этого уровня возврата обратно. Для тех, кто по S&P торгует, пробой этого уровня возврата обратно будет неплохим, скажем так, поводом для входа в ланги, если лангов нет на текущий момент. Если же ланги есть, то вопрос, конечно, с каких уровней вы открывали. Если из тех, когда Эдуард говорил, то есть в начале августа, как раз момент моего отпуска, то здесь я в этом случае бы стопы все-таки где-то на безубытке оставил, потому что случайным движением здесь может легко их вышибить. А для тех, кто беспадлится, еще раз говорю, это выход ниже этой зоны и возврат обратно. Там можно открывать ланги со стопом ниже минимумов, которые здесь получатся. Вот такая схемка работы по S&P. Теперь по нефти. Нефть пока продолжает следовать в рамках своего коридора с попытками снижения, но это не удивительно после такого роста. В то же время уровни 111,5-112 довольно-таки неплохая поддержка. И если здесь мы увидим тест этих уровней и попытку лавка, то можно здесь входить в ланги. Такая ситуация по нефти. По золоту пока не очень хорошая картина. Говорили мы, когда я про золото рассказывал, что с одной стороны мы вышли на эти уровни в ожиданиях программ количественного смягчения. И остановились на довольно-таки неплохом сопротивлении. Вот я уже показывал. Которое все видят и не хотят с этих уровней активно покупать. Тем более, уже не раз обжегшись на отсутствие заявления стороны Бернанки. Золото наиболее сильно на это реагирует. Поэтому по-прежнему считаю, что здесь стоит быть ланги, но держать небольшую часть позиции. И если Бернанд что-то заявит, золото пойдет вверх, там на пробой 1700 добавлялся такая схема по золоту. Ну, соответственно, если ничего сказано не будет, никаких намеков, полное отсутствие какой-то мысли в этом отношении, тогда понятно, что золото опять скатится в свой привычный боковик и будет здесь торговаться. Тогда надо будет вот эту позицию небольшую, которую на этих уровнях открывали. Там, понятно, надо будет закрывать, смотреть, что дальше. По евро пока ничего серьезного не изменилось. Вот этот краткосрочный растущий тренд пока в силе. Серьезная поддержка здесь 1.24. Если сегодня будут какие-то попытки к ней подойти, снова оттолкнуться наверх, это сигнал ланг. Но текущие ланги, если они есть, можно оставлять, потому что эти уровни 1.27, они пока еще в силе. Так, по этим инструментам прошлись теперь на наш российский рынок. Вчера, как вы помните, я не советовал именно вчера покупать, потому что было размещение трежери с семилеток, довольно-таки неплохое, там на 20 миллиардов. Ну, понятно, что это повод сходить вниз. Поэтому вчера я рекомендации к покупкам не давал. Говорил только об удержании позиции, которые были набраны раньше. В принципе, так и получилось. Вчера рынок снизился, сделал попытку протестировать снова, протестировал вот эту нижнюю границу. Немножко от нее вверх оттолкнулся, но пока какой-то силы не видно. То есть пока не видно, что однозначно там с этих уровней рынок пойдет вверх. По этой причине рекомендации пока прежние. Сегодня не покупать, учитывая то, что очень большая неопределенность с событием, которое сегодня произойдет. В том выходной еще будет Пимео и Китая. В понедельник американцы не работают. То есть такой день явно не для каких-то агрессивных действий сегодня. Поэтому те позиции, которые есть, по которым есть определенные стопы, ну и соответственно прибыль еще существует, там надо удерживать. Новых я бы не открывал. Ну и в целом не более 1,3 портфеля сейчас составлял в лонгах, не больше. Давайте перейдем на конкретно бумаги. По Газпрому стоп ниже 153. Это мы уже обсуждали. По Сберу ситуация, хоть Сбер и других, лучше других выглядит, но с точки зрения техники здесь такая некрасивая картина получилась. Пробили верхнюю границу коридора и развернулись вниз. Если сейчас хоть какой-то намек на дальнейшее снижение будет, Сбер может легко попытаться догнать другие бумаги. Понятно, что полностью ему сделать не удастся, но здесь движение вниз может быть серьезнее. Поэтому без рекомендаций сейчас каким-то действием. По-прежнему здесь нижние границы коридора, от которых следует работать в лонгах, 92-91, вот эта зона. Сейчас здесь больше похоже на разворот вниз, чем на рост. Ну вот норникель, не раз я говорил, что это самая слабая бумага из фишек. Очередной раз это все подтвердилось. Как только появился какой-то повод для рынка откорректироваться, норникель показал себя лучше других, в кавычках. Ну лучше других для падения. Поэтому ни тех лонгах здесь пока речи идти не может. По лукойлу ситуация пока более-менее стабильная. Болтается он вокруг наших уровней покупок. Очень с маленькой волатильностью и движения все идут. Но с другой стороны стоп по-прежнему меньше 1850. С другой стороны хорошо, что она это пиление распилила. Это уже неплохой, скажем так, признак. Что делать дальше? Ну понятно, что каких-то позиций новых открывать я здесь не рекомендую. Стоп я назвал в уровне. С Роснефтью пока все грустно. Была попытка выйти из этого диапазона. Попытка не увенчалась успехом. Роснефть опять легла на предыдущую. Опять в свой коридор вошла и сейчас находится на поддержке. Именно в текущий момент есть шанс, что эта поддержка будет пробита вниз. Поэтому покупать именно сейчас не рекомендую. Посмотрим, как отработает этот уровень. По ВТБ здесь надо было закрывать позиции. Я говорил, что это 5.40 уровня, если будем проходить и закрываться. Но вот пока тоже ВТБ с вами себя очень чувствует. Поэтому здесь без позиции. Но фактически что получается из АКС это Газпром, Лукойл в лангах. Общая позиция должна быть. Ну и еще из второго эшелона это Novatec. Была есть попытка протестировать уровень, попробовать пробить 355. Но это не удалось. Сейчас Novatec разворачивается наверх. Стопы по-прежнему неже 355. То есть три акции, завязанные на нефть, они пока в лангах. Общая позиция, я уже сказал, не больше, чем на третье портфеля. Ну и перейдем к срочным инструментам Futures RTS. Здесь пробили 139. Я говорил, что при пробитии 139 ланги здесь их надо закрыть. Ну и дальше смотреть по ситуации. Я бы здесь не говорил о том, что состоялся выход из этого коридора. С одной стороны, с точки зрения техники даун там состоялся. То есть идет движение вниз в виде тренда. Нижнюю границу мы прошли. Прошли предыдущую поддержку, которая там на 140 с половиной была. Движение вниз развивается. Понятно, что это не повод, чтобы сейчас набирать ланги. Но с другой стороны, вот такие коридоры, которые мы видим, они очень часто, выход из них бывает сложным. Пробой в одну сторону, длительные коридоры. Пробой в одну сторону, потом разворот в другую. Поэтому я бы здесь не открывал шарты. Единственное, что я не делал, это пока не открывал шарты. Но от лангов тоже пока не работал. Чтобы работать лангов, нужно развернуть вот этот тренд краткосрочный вниз. Развернуть его наверх. Ну и попытаться войти снова в этот коридор. Если это будет происходить, тогда можно смотреть варианты для лангов. Но если это не произойдет, то пока есть без каких-то позиций. Потому что движения вниз могут продолжиться. Поддержка сейчас здесь в районе 136,5. Вот это зоны 136,5-135,5. На этих уровнях находишься. По рублю-доллару вчерашние наши рекомендации были от ланга. Называл я цели первые 32 600. Вот вчера же цель раз к днем достиг, ближе к вечеру. Пробили мы эти уровни. Причем самое интересное, все это произошло на том евро, которое без каких-либо движений находилось. Но и на подрастающей нефти. То есть это не очень хороший знак для рубля. По этой причине я вчера рекомендовал покупать в том числе. Но верхняя цель сейчас для движения 32 750-32 900 в этой зоне. Поэтому ланговые позиции вчера открывались с этих уровней можно удерживать. Стоп в районе без убытка здесь можно переставить. Но цели я озвучил. Так, вроде по всем бумагам прошлись. Давайте посмотрим вопросов по холдингам РСК. Последние наши рекомендации были 1,87-1,88 в той зоне покупать. 1,85 стоп. Пока в текущий момент там каких-то рекомендаций нет. Потому что довольно серьезный залив произошел. И пока не появятся хоть какие-то покупатели, от покупок я бы там работать не стал. Даже несмотря на то, что к определенной поддержке техническая там акция подошла. До свидания. Удачных трейдов, хороших выходных. Надеюсь, что в сентябрь будет месяц более интересный, чем август. Будет больше интересных моментов для прибыли.